В этом году компания Bracar выпустила две парфюмерные воды в рамках своей русской коллекции. И поскольку я собираю ароматы этой серии, то в этом видео я расскажу о первой из новинок, с которой я познакомилась в парфюмерной воде «Русалка». Приобрела вслепую, несмотря на неоднозначные отзывы, но в первой части видео я, как всегда, посвящу внимание дизайну, о своем аромате поговорим во второй части видео. Оформление стандартное для русской коллекции, для русской серии. Такого же размера, как и у всех предыдущих парфюмерных. Картонная коробка, основной фон цвета бирюзовый, плюс еще рельеф по первой поверхности и боковых поверхностях, рельеф в виде волн, которые ассоциируются у нас с жителями водной стихии, к которым относится «Русалка». Центральное положение на передней части коробки занимает диск из серебристой фольги, рельефный, тут много всяких насечек, и есть орнамент то ли в виде перьев, то ли в виде зубцов короны по окружности. И в центре каждого такого элемента находится, во-первых, рельеф, напоминающий бабочку, и в центре этой бабочки точка тоже бирюзового цвета. В самом центре диска белый круг, вдавленная надпись «Бракар» туши из металлизированной фольги серебристого цвета, и название парфюмерной воды «Русалка» тонким бирюзовым шрифтом. На боковых поверхностях нет ничего. Это наклейка с штрих-кодом. По нижней части коробки идет как бы имитация ленты. Она, может быть, за счет того, что не имеет волнистого рельефа, кажется, что немножечко выделяется. На передней части в этой белой ленте указан объем парфюмерной воды 50 мл и концентрация. И задняя поверхность лишена рельефа, она гладкая вся полностью. На белой ленте указан сайт компании «Бракар». А бирюзовую часть занимает описание композиции, что мне очень нравится, кстати, русской коллекции, что, в принципе, всю информацию, которую обычно приходится рассказать в интернете, можно найти без проблем здесь же на коробке. Итак, «Бракар русалка». «Русалка – нежный и прозрачный аромат, наполненный тишиной и прохладой. Тонкий букет эмоций, отраженный в зеркальной глади лесного озера. Чистота и спокойствие». Ну, уже можно, в принципе, догадаться, что, как правило, ароматы, которые обещают чистоту, это ароматы мускусные, и русалка не является исключением. Насчет прохлады – немножко вопрос спорный, хотя, в принципе, прохлады есть, но этот аромат я бы не назвала кристально чистым. Композиция открывается свежим аккордом зеленой травы, оттененным сладким ароматом спелой малины и плодов дикой груши. В сердце аромата – хрупкие ландыши и махровые пионы. Изысканный шлейф аромата соткан из прозрачного белого мускуса. Ну, если говорить в двух словах, поскольку подробный анализ аромата хочу провести во второй части видео, то действительно свежий аккорд травы, только для меня это не свежая зеленая трава, а больше состоявшиеся цветы. Но аккорд холодный, из ягод, вот, малиная дикая груша, мне больше, я больше слышу ежевику, которая там ниже будет указана в пирамиде. Что касается сердца аромата, то ландыши и пионы, они сливаются в единое целое, в единый такой абстрактный цветок, который пахнет достаточно душистое и ассоциируется с цветами конца весны, начала лета. Но, опять же, этот аромат нельзя отнести к таким свежим цветочным композициям, поскольку все-таки нотка застоявшейся воды, она напоминает нам о русалке, и она проходит через всю композицию. Поэтому очень неоднозначный аромат и очень неоднозначные отзывы на него. Поэтому покупать его вслепую все-таки это риск. Парфюмер Джулия Родригес Пастер. Она больше всего известна на сегодняшний день, если посмотреть ее работу в интернете, как создатель композиции для другого российского бренда, Натура Сиберика. Есть у них линейка ароматов Siberian Wellness. И вот, как раз Джулия Родригес Пастер, она создавала композиции для этой серии ароматов. Альфактурное семейство зеленый цветочный, ноты. Травяной аккорд, озон, дюшес, малина, ежевика, жасмин-самбак, жасмин-грандифлорум, ландыш, индийский лотос, пион и белый мускус. Ну, опять же, если так вскользь пройтись по пирамиде, что мы можем увидеть? Травяные аккорды очень часто звучат синтетической горчинкой. Озон тоже часто звучит с синтетикой, металлическими какими-то нотами. Ежевика сама по себе для меня даже в естественной природе обладает каким-то таким синтетическим, горьковатым привкусом. Лотос, пион – это ноты, которые часто придают аромату звучание гелий для душа, шампуней, вот такие мягкие ноты. И плюс белый мускус, который очень может быть ядреным, колким и порошкообразным. То есть уже можно предположить, что аромат будет на любителей, на любителей либо колких и едких мускусов, либо на любителей вот таких ароматов, которые ассоциируются с человеком, который принял душ и вышел из ванной. И отчасти это действительно так. Посмотрим же, что у нас внутри коробки. Во-первых, сверху у нас гладкая белая поверхность и вдавленный серебристый шрифт «Бракар-русалка». А внутри плотно закрывается коробочка. Белый картон, почему-то, кстати, с каким-то штришком, таким бирюзовым. Фиксатор картонный. Он не толстый, но достаточно прочный. И вот он, сам флакон. Очень узнаваемый, в севдовизантийском стиле. Здесь компания осталась себе верная. Никаких перемен, к счастью, для меня, потому что мне такой дизайн нравится. Очень тяжелый и весястый флакон. Но кто видел такие флаконы, то, в принципе, все то же, что можно бы сказать о предыдущих флаконах, относится и к флакону «Русалки». Матовое стекло состоит, сам флакон, вот он в форме шайбы, спаян из двух половин. Шов очень качественно заполирован. То есть, сам шов, его плохо видно. И за счет матовости трубка пульверизатора, она тоже практически незаметна. Цвет жидкости, вот можно увидеть, такой светло-зеленый. Металлическое оформление состоит из ножки, ободков по диску этой шайбы нашего флакона и крышки. Сам металл темно-серебристого цвета, такой не яркий, а именно приглушен, такое червленое серебро. И вставки из, не знаю, что-то пластиковые какие-то бусинки бирюзового цвета. В оформлении окружности на диске здесь использованы тоже такие пёрышки. Причем чередуются пёрышко прозрачное и пёрышко цельнометаллическое. Вот так это выглядит вблизи. В центре чуть-чуть совершенно рельефная надпись бирюзовым шрифтом «Бракар русалка». Ножка, можно вот видеть, что она припаяна к самому флакону. То есть у меня еще не отпадали ни разу, я думаю, что достаточно прочно держится. Дно покрыто каким-то таким материалом ворсистым, чтобы флакон не скользил по столешнице. Крышка тоже достаточно массивная, внутри пластиковый ободок, зеркальная поверхность и вверху вставка из бирюзового стразика. Сам пульверизатор стандартный, серебристый, сопло светло-серого цвета. Пузырьки, наверное, мы не увидим в таком флаконе, потому что всегда у меня с ним проблемы. Хотя вот что-то там видно, но живут они не особо долго. Как по мне, вроде размер, насколько я вижу, средний и мелкий. Отдем в фоне. Не особо хорошо видно, конечно, через такое мотированное стекло. И распыление. Распыление, в принципе. Вот можно увидеть, что мелкодисперсное. И объем такой средний, я бы сказала. Мне, например, чтобы достичь нужного эффекта, где-то нужно нажать И4, чтобы я почувствовала, что уже достаточно много на себя нанесла аромата. Но, к сожалению, аромат, несмотря на то, что стойкость у него достаточно приличная, 9-12 часов я заметила и на коже, и на волосах, но шлейф очень слабо выраженный. И для того, чтобы ощущать композицию в течение рабочего дня, я наношу ее двумя этапами. Я наношу ее утром, где-то за полчаса до выхода, где-то 4-5 нажатий делаю, и где-то минут за 10 уже непосредственно до выхода из помещения я наношу еще 4-5 нажатий. То есть вот 8 до 10 нажатий мне требуется для того, чтобы добиться уловимого шлейфа этой композиции. Ну и, конечно, при таком обильном нанесении более ярко раскрываются ноты, потому что в случае с русалкой будет зависеть эффект, сам запах от того, насколько интенсивно, насколько много композиции на себя нанести. От совершенно невыразительного цветочно-мускусного аромата, который может ассоциироваться и с гелями для душа, и со свежителями для помещений, до такого достаточно своеобразного аромата. Ну а об этом во второй части. Продолжение следует...